Привет! Всех приветствую на моём канале «Марафон здоровья и разговорный марафон». Хожу, разговариваю, и вот это всё называю марафоном. Марафоном здоровья. Почему здоровье? Потому что ходьба – это движение, движение – это жизнь. Почему марафон? Потому что каждый день выхожу на такие движения. И сегодня уже 249-й день. Это я смотрю по сторонам. Перекрёсток. Надо перейти перекрёсток. Да, чтобы не сбил велосипед. Ходьба – это супер. Сегодня я ходила не сама, но мои, как говорится, собеседники, да, очень немножко прошли. Вот. Три километра. И всё. Я говорю, для меня это как-то мало, и я так не могу. И пошла дальше ходить сама. Вообще. Что сказать? Просто присоединяйтесь. Ходьба – это просто завораживает. А ещё ходьба вот в каком-нибудь в таком приятном месте. Сегодня люди грибы собирают. И я видела грибы. Это просто супер. разговорный марафон. Про что? Даже не знаю. Про волосы. Волосы. Кто хочет шикарные волосы, да? Я. Я хочу. Почему ничего не делаю? Потому что мы так устроены. Если видим какую-то проблему, то её... Просто, скорее всего, больше расстраиваемся от этой проблемы. И всё. Но не делаем проблему, не убираем проблему. Да, у меня так волосы, смотрю. Волосы, волосы. И понимаешь, что выпадают волосы, и ничего не делаешь. А потом как-то прихожу к своей подруге, а у неё зеркало вот так наклонено. И я просто вижу свою макушку. Ужас, думаю. Вот. Ну, она не лысая ещё, но просто видно, что редкие волосы. И тут понимаешь, что это проблема. Но знаете, что главное в таком вот случае, когда ты что-то увидел? Я видела, что волосы падают. Вот. Но когда увидишь, какие они редкие, тогда начинаешь... Здесь два момента. Или ты быстренько начнёшь что-то делать, или ещё в большую депрессию уйдёшь, и ничего не будешь делать. Главное, я что? Я просто начала как бы улыбаться, да? Улыбаться себе. И сразу я представила, ну, подумаешь, ну, подстригусь на лысо. Буду ходить модной. Все будут обращать внимание. Вот. И это правильный был момент. Самокритично. С хорошим настроением. Не упасть, не упасть, говорится, в депрессию из-за этого. И начать что-то делать. И я начала делать. Начала. Что я начала делать? Мне подруга подсказала хорошие средства. Самые лучшие, говорит, средства. Я так делала точно. Очень супер. Взять оливковое масло, нерафинированное, холодного отжима. Намазывать хорошо голову, одевать пакет и косынку или полотенечко лёгкое. И так держать 4 или 6 часов. А потом смывать. Вот. 2-3 раза сделайте. Всё. Волосы перестанут выпадать. Супер. Супер, да. А я ещё накупила всяких средств. От выпадения, от улучшения роста. И эти средства просто так теперь лежат и стоят. Почему? Ну, потому что всё, проблема. Волосы перестали выпадать. И всё. На этом остановилось. Моё лечение, да. Ой. И что-то так пробежало там. Просуршало. Что такое? Что за звери здесь ещё могут быть? Ладно. Иду дорожками непонятными. Никогда здесь не ходила. Вот. Так, про что я? Про волосы. Да. И вот я думаю, что я не одна такая. Вот. Чуть-чуть проблемка уйдёт. И всё. И на этом останавливаемся. А хочется ж красивых волос, да? Я хожу лохматая. Почему? У меня боязнь парикмахера. Боязнь. Просто боязнь. Мне как-то подстригло. Не очень красиво подстригли меня. И я пришла к следующей парикмахерше. И ей сказала, что мне не очень подстригли. И объяснила, как ей подстричь. Значит, никогда, никогда не говорите парикмахеру, что вас кто-то плохо подстриг. Пойду обратно, чтобы не потеряться. Не знаю, как новые тропинки. Значит, у меня эта вот новая парикмахерша так обсчипала, что я никогда в жизни так плохо подстрижена не была. После того, я очень редко хожу в парикмахерскую. Мне просто боязнь. Просто боязнь. Ну, надо как-то решиться. Вот. Сейчас как раз молодой месяц. На молодой месяц хорошо стричься. На растущий месяц хорошо стричься. Вот. Некоторые начинают говорить, нужно там в понедельник нельзя. Или в какой-то день. Или когда родился, высчитывают. Все это ерунда. Главное, вот, если кто-то хочет, чтобы лучше волосы росли, подстрижься на молодой месяц. Когда месяц растет. Маленький. И начинает расти. Вот это самое такое. Остальное, просто я всегда говорю, не берите дурного в голову. И тяжелого в руки. Высчитывая. Ну, а некоторые умудряются, да, высчитывать даже, как в какой день ногти подстричь. Это лишнее. Так, значит, что еще? Кто со мной? Кто хочет шикарных волос? Будем заниматься, да? Да. Что нужно делать? Самые такие элементарные. Очень-очень-очень такие элементарные вещи. И просто знаешь, но не делаешь. Вот сейчас буду стараться, буду шикарные волосы выращивать. Мыть голову не горячей водой, чтобы вода была еле теплая. Это первое. По возможности не сушить сеном. Это второе. Расчесывать волосы. Это третье. Часто расчесывать. Вот. И что я сегодня еще такое прочитала? Прочитала на упаковке. Купила средство для улучшения роста волос. Белорусская шампунь. Перед шампунем бальзам. Сначала подержать. Именно перед шампунем. Вот. И потом моется шампунем. И потом еще третье средство втирается в корни волос. И не смывается уже. Ну, читаю я дальше. Что втирать нужно каждый день. И как минимум три месяца. А потом перейти, как бы для профилактики, два-три раза в неделю втирать. Представляете? Да. Почему же это продавец, который предложил это средство, не подсказал, что вот этих третьих бутылочек надо больше. Три месяца втирать. По минуте, по минуте. Одну минутку так вот втирать. Знаете что? Если делать массаж головы просто каждый день, три месяца, то просто уже улучшится рост волос и качество. Так что даже без всяких средств, делая массаж головы, можно улучшить состояние наших волос. Так что кто со мной, тот герой. Что я еще буду делать? Еще вычитала. У меня такая энциклопедия есть. Энциклопедия, да. Что волосы нужно... Кто хочет красивые волосы, приведите в порядок свою весит в лице, желудок, кишечник, почки, печенку. Вот, начиная с этого, надо... Чтобы кто хочет действительно шикарные волосы вырастить. Получается просто... Хочешь шикарные волосы, займись здоровьем. Завела себе отдельно тетрадочку. Буду записывать все, что делаю для волос. Вот, чтобы были волосы хорошие. Вот. Если будет результат, тогда буду рассказывать, что я делала. Вот. А для начала вот такие самые простые. Расчесывать волосы. Мыть не горячей водой. По минимуму пользоваться феном. Не перегревать. Ну, можно феном пользоваться. Ставить ветерок. Ветерок не горячий. Да. Как интересно, будет у меня что-то действовать или нет. А если вот даешь обещание, так медийно, да? Может быть, все-таки больше будешь что-то делать. Ну, поживем, увидим. А сегодня, не знаю, сегодня... Я даже боюсь дать себе вот эту самую команду такую, что я сегодня пойду в парикмахерскую. На днях осмелюсь и пойду в парикмахерскую. Да. А дело в том, что, как говорится, дожить до такого возраста и не иметь своего парикмахера, это как бы стыдно. Да, стыдно. Но я не виновата. Потому что вот эти вот маленькие парикмахерские, которые, когда пооткрывались, было все по 35. Любая стрижка 35 гривен. Они постепенно выжили салоны красоты парикмахерские. Плюс еще потом карантин. Два раза запрещали работать людям. И вот получилось, что некоторые салоны просто позакрывались. И получается, постоянного парикмахера нету. Но это вообще как-то плохо. Раньше приходишь, знаешь всех, кто как стрижет. Идешь к любому мастеру. А теперь вот эти разовые парикмахерские, разовые. Там и парикмахеры часто меняются. В общем, вот такие у нас времена настали, да? Хожу. Одна, видите? Одна. Куда-то люди поразбежались все. Было очень много сегодня. Но как интересно ходить самой. Конечно, это супер. Супер, да. На сегодня все. Будем заниматься волосами. Кто со мной, присоединяйтесь. И заведите себе тетрадочку. И пишите все, что вы для волос сделали. И это будет стимул, что что-то делать все-таки записывать, да? Если что-то новое узнаю, буду рассказывать. На сегодня все. Пока-пока.